Многие из тех, кто по разным причинам остался без работы, первым делом идут в Центр занятости населения за помощью. Здесь помогают найти место с достойной зарплатой. На сегодняшний день в Республиканском банке вакансий около 17 тысяч предложений от работодателей со средней зарплатой в 12 тысяч рублей. Численность безработных граждан, которые зарегистрированы в органах службы занятости Чувашием, уменьшилась с 8 тысяч до 5,5 тысяч человек. Уровень безработицы снизился до 0,8%. Это третий показатель среди субъектов Приволжского федерального округа. Причем снижение численности и уровня безработицы произошло во всех муниципалитетах республики. Участниками мероприятий в области содействия занятости населения по 15 направлениям государственной поддержки стали более 85 тысяч человек, что составляет 104% от запланированного количества. Выполнение контрольных показателей обеспечено по всем направлениям. За содействием в поиске подходящей работы в прошлом году в органы службы занятости населения обратилось более 52 тысяч человек, из которых 43 тысячи человек трудоустроены. Уровень трудоустройства составил 82,1% от числа обратившихся. Особое внимание уделено временной занятости подростков. Трудоустроены более 17 тысяч граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Несмотря на то, что на рынке труда сохраняется достаточно стабильная обстановка, в сфере занятости все же имеются проблемы. Основной проблемой трудоустройства является не количество недостаток заявленных вакансий, а их качественное несоответствие профессиональной культуре безработных. До 80% вакансий приходится на рабочие профессии, тогда как в составе безработных более половины имеют высшее и среднее профессиональное образование. В связи с этим профессиональное обучение безработных проводится по востребованным на рынке труда специальностям. В течение года ко своей новой профессии приступили у нас 496 человек. 82% направленных на обучение получили рабочие профессии. В целом, в результате этих мер и получена положительная динамика. В этом году будет продолжена работа по созданию профильных центров по инсталляции профессии на базе Чебоксарского электромеханического колледжа, Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства, экономико-технологического колледжа. Кроме этого, Госслужба занятости населения отслеживает, как идет прием на работу акватированных категорий инвалидов и многодетных родителей. На реализацию полномочий в сфере занятости населения в этом году направят более полумиллиарда рублей. Из них на сохранение рабочих мест для инвалидов впервые из республиканского бюджета выделяется 2,5 миллиона рублей. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.